Ну вот есть еще такая песенка, она, может быть, где-то и пелась, но очень давно и очень неправдая. Она, допустим, могла петься в одном из тех пяти или трех, я не помню, Грызовских, девяносто первого года вечеров по Санатине, называется «Узоры на стекле». Это уже, так сказать, романсы последних двух десятилетий. Стрелки двигаться устали, Дальше тронуться не скоро, Паутинка разговора промеж пальцев протекла, На стекле воспоминаний Появляются узоры на замерзшие фотокарты. Очки распятия тепла Вспыхнул папоротник белый, Замороженное пламя Еле выпыхал и замерз стул высокого огня, За ветвями да стволами Как за днями да делами Бесконечно, терпеливо Дожидаешься меня, Дожидаешься время В ледяных застылых граних, Дожидаешься всплетений Ни и смятений ветвей, Словно светлый блаженный Музицирующий странник, Отыщу тебя, шагая За мелодией своей Эта песенка простая Появилась, нарастает, На конце хрустальные флейты Мыльный шар июнь несу, Кроме музыки не вздоха Вдруг вздохну, а ты расстаешь, Что один я буду делать В этом каменном лесу Кроме музыки не вздоха Вдруг вздохну, а ты расстаешь, Что один я буду делать В этом каменном лесу Ну, из этой же серии «Колыбельная Ирина», из этой же серии «Бывает, а вдруг не дожить до утра» И не везуха поражает ни пацана в лип, Но я их пел, они где-то, наверное, есть Ну, еще такая была там же, значит Ну, что, малыш, последние полдня Неужто не дождешься ты меня? Крылом махнув на прошлое печенье Лечу тебе, пожалуйста, встречай Крылом махнув на прошлое печенье Лечу тебе, пожалуйста, встречай Душа в сетях прощального дождя Так трудно с ней поладить, уходя Винтами круг привычного рубя Забыть, что вся надежда на себя Винтами круг привычного рубя Забыть, что вся надежда на себя В ночном огне проносятся леса Огнями наползает полоса Полночи вслед, беспомощным ночам Платформа приближается, встречай Полночи вслед, беспомощным ночам Платформа приближается, встречай Огнями наползает полоса Белый день Белый день こ 다 ложного убра... ... ... Сейчас, давайте немножко подождем, я попытаюсь одну песенку вспомнить, может быть сумею музыку. Спасибо. Нет, я пошел, жалко, жалко. Ну вот, есть еще одна песенка, которую любит моя жена. Песенку я эту пел, может быть, раз, два, три, где-либо. Написана она на стихи Рафика Рафаила Шустеровича, который сейчас живет в Варишевом Лиционе, неподалеку от Равива. А тогда он жил немножко ближе к нам, в Саратове. Поэтому было легче с ним сотрудничать. Ну это тоже не то же, мы уже в прошлый раз говорили, что мы не будем говорить о жанрах. Это не самодельная песня, не авторская песня, это что-то другое. Дело в том, что у меня в глубокой юности были несколько попыток, то для спектаклей, то для чего-нибудь еще, то просто так, писать какие-то прозападные песенки. В общем-то, и играться они должны были под такие крутые какие-то составы с очень тяжелым звуком. Ну понятно. Ну вот, Рафик, по-моему, он написал свои стихи по тоже, как по кому-то из импортных писателей, по очень, из очень импортных, наверное, американских. Я сейчас не вспомню, откуда у него такая тематика была. Ну вот, попробую сейчас спеть эту песню. Названия у нее нет. Пишем, да? Кто-то запомнил меня на памятках усопшего дня. С горизонта светило бессиловое, с горизонта светило бессильней лампадой чадило. Я испортил вам праздник, и спокойствие ношу кляня. С усачайших амбонов мне анафебу провозгласило. Ты в ногах у зари, ты в ногах у зари, распластелась чужая земля. Только прочных дверей и хорошие сигары желает. Ну а я не скуля, каждый день начинал я с нуля. От украденных спичек огоньки свои зажигал. Кто растоплен, кто цел, кто проглочен, кто ближнего съел. Кто под солнцем застыл, кто и в стужу согреться гробом. А каков твой оттенок, черен ты, полосатый или белый. Отвечай перед крем, перед тобой, перед тобой, перед полом. Ну и черт с вами грейтесь, держите собак на цепи. Я к горам хожу, по изгаженной вам и степей. И в устах моих песни, которые вам не понят. Такая странная стихи, конечно, отчаянно слабые. Но что-то у них такое было занятное. Раз я на них попью. Они просто другие. Что? Они просто другие. Они просто другие. Ну вот, если уж, так сказать, мы такие с вами ребята отчаянные, я могу еще вам одну песню показать, тоже стилизацию такого же порядка, и с единственной только разницей, что здесь за Рафика Шустеровича всю текстовую работу сделал я сам, ну не за него, а просто, ну как, иногда вступим в голову какой-нибудь, гормон какой-нибудь, вот. Называется эта фигня в монолог в тихую погоду, сыграть и спеть я ее не могу, тут нужно, наверное, человек 3-4 с очень хорошими инструментами, очень громкими усилителями, вот. То есть, я так не умею, я могу себе представить, как это было бы, и петь должен не я, а, скажем, может быть, тот самый Аюб, который пел в острове Сокровищ, бедный мой домик, бедный мой домик. Ну, сюда. Ну, такая штука, соответственно, не исполнялась нигде, никогда. Вот, монолог в тихую погоду. А там какое должно быть вступление, я его не придумал просто. Джон Бимон, твой ветер ходит, как назло мимо, И пляшут брики в криверах драных, сам в ранах, И наша бочка тоже чуть-чуть на что. Похоже, плащ Джонни нам с мимо тела и жилья гонит, И в каждой пьянке, что в твоей длизне, век жизни. На год, что море давит, суша на миг, Состарит берег нелги, Даря свои податки, Уверенность ноги, До первой крепкой чарки, Разлитой дно, Нечаянная ссора, До дверях, что под окном, На родице с дозора, А сейчас... Ага, на родице с дозора, Берег план... А сейчас на родице с дозора, Берег план твой хитер, Твои обеты жесткие, Так увели я актер, Чтоб строить мне подмостки. От сколько хватит глаз, Забита чернюю площадь, Экскюз, меняю галс, На что-нибудь попроще. Джон Бимон, Опять несет пороховым дымом, Не слишком часто ли мы в своих спорах Жжем в порах, Как в этих спорах платят, Так и людей не хватит. Плачь Джонни, Что не в Вадима в терьме тонем, Что нет покоя палашам старым, Кровь даром, А есть в крови твой прокляп, Будь ты Джон Бимон, Будь ты Джон Бимон, Будь ты Джон Бимон. Ну, такая вот какая-то, Я, в общем, как написал, так и бросил. Так что... А по вашей классификации, Это являешься авторской песней? Что-что? Про прошлую песню вы сказали, что это не авторская. Нет, ну это не в традициях, Ни в музыкальных, Ни в каких-то еще, наверное. Нет, это вообще на самом деле все, Наверное, В какой-то степени авторской песни, Но опять-таки, Что и считать. У меня есть на это свое мнение? По личному ощущению, конечно. Да, наверное. Ну, я могу как-то вербализовать свои Свои к ней отношения, Свои подходы. У меня есть свои. Двинется. Ну, это... Сейчас. Свои к ней отношения. Ну, из тоже таких, Которые были заброшены. Но она была несколько раз, Наверное, успета где-то, Посвящение Саше Стрижевскому. Ну, тут такое королевство Кривых Трюмо. Чем хорошо Трюмо? Что можно увидеть, Собственный затылок, да? Вот примерно так. То есть, Были несколько авторов, Которые Начинали писать Довольно похожие На мои вещи. Причем, Не только стилистически похожие, Но и, В общем, Там даже персонажи были такие. Ну, Сами они бродячие были, Край, Мне этого не сказать. Вот Саша Стрижевский тоже так начинал, И в этом чувствовалась какая-то мужская солидарность. Хотя это было, конечно, Еще не было. Ну, Вот была такая песня, Посвящение ему. Бреду себе тропой своей, Свою тая, Тропа твоя, Твои края, И ближний свет, Но дуем мы в одну трубу, То ты, То я, И проще ничего на свете нет. Все ближе тьма, Ибо хрома ползет в пыли, Под жестким солнцем отцвели, Белых шелка Придет в закат По двум краям одной земли, Твоя трубача Из одного полка. Как угадать, О чем бы ты меня спросил? Но я скажу пока одно, Служу давно, И знаю точно, Эта ночь прибавит сил, Ни ей, ни нам, Другого не даду. На первых сумрачных порах Нагрянет страх, Забьет тревожной дробью, Дружно будь смирей, Да будь огонь, Сожги свой страх, Ночных костров Заря займется От его углей. С'. Не знаю, вот есть такая совершенно хулиганская одна песня, кто написал мелодию, понятия не имею, точно даже не знаю, есть ли она там вообще. Дело в том, что в 79-м году я подвязался в качестве оператора очередной союзной переписи населения. Значит, оператор это начальник, значит, тремя счетчиками, которые ходят по домам, по-самому, в общем-то, тоже ходят, делают выборочную проверку, а в основном, так сказать, проверяют их работу. Ну, соответственно, эта самая перепись навеяла много всякой ерунды и было, по-моему, не меньше двух песен на эту тему. Ну, сейчас можно посмотреть, была ли тут еще одна. Да, была, ну, в общем, такая уже. А эта была совершенно хулиганская, называется она «Рассказ счетчиков всесоюзной переписи населения». Исполняется, естественно, впервые. Ну, я не знаю, она сложная для исполнения, поэтому я сейчас буду тут кувыркаться. Ну, принял я, сколь положено, а как же при нашем-то январе? Инструкторам-то в отделе тепло, а они, что ли, святые? В общем, сунулся я к Сигусу во двор, а у Сигусу во дворе было три временки, а стало как бы четыре. Ни хрена себе думаю, я ж всю жизнь за совесть, а не за страх. Так какова же она эта жизнь, так устроена подло? Третьего дня и шастал я тут, как пес, на таких же точно парах. Три хрена, наверное, так и стоят, а четвертый не бум. Подхожу машинально, думая, так, мол, и надо тебе голобух. Вдруг гляжу, у нее три ноги, только этого не хватало. Да и вся она какая-то круглая, будто, блин, на дрожжах распух. И блестит, все понятно, с краденого металла. Постучался, оно открылось. Сказали, войдите, я вошел. Ноги вытер, балдею, в хата в модерном стиле. Сам хозяин наводный зеленый, вылитый Сигусов старшой. Только лысый, видать, братана его отпустили. Верхним глазом, нет, нет, но подмигивает, тоже, надо сказать, черта. Я спокойно под козырек, здоровый, с первым. Он мне правые руки протягивает, у него этих рук до черта. А ведь принял я, сколько положено, тоже нервы. Делать нечего, тайм из мани. Где он? Вот он, портфельчик мой. Так что вас теперь с Федей и Клавой будет трое. Да и сегодня мне Сигусов сказывал, братана, мол, зовут Кузьмой. Ну а как оно пол или отчество, это мы в раз пристроим. Значит, вы у нас постоянно, или может так, по пути? Он не звук в ответ, а у меня ищет тьма вопросов. Все мы временно в этом мире, наконец, отвечают, глаза закатив. Да, рисую и думаю, вот ведь попался философ. Откуда сейчас, говорю, а он в ответ меня давает заливать Пролетающие тарелки да пролетающие объедки. Трудновато, видать, ему было, а с другой стороны, и баба его права. Надоели, небось, и зеленые эти субъекты. Понимаю, расстались. Я метку черчу. А скажите мне, тет-а-тет, что заслуживал вас? Комитет по контактам. Понял. В общем, где-то и сам я предполагал, Что у нас есть специальный такой комитет, От которого все-то контакты трещат в телефоне. Этот сигус офширина ведет мне, Как пить-то наврал все, про братана. Я портфельчик в свою зубы и в дверь, Ничего себе встречи. Ни спасибо, ни до свидания ему, Сколько лет не спросил ни хрена. А на что она мне? Может, возраст у них засекречен? Такого добра тоже, в общем, было некоторое количество. Ну, когда была пенка по окончанию переписи, Так, соответственно, на пенке положено Либо находить, Либо крепко пить, Либо веселиться. Значит, поскольку мне пришлось прийти к оператору, Крепко пить я уже тогда раздебил. Вот. Пришлось, значит, неким образом веселиться, Для веселья, значит, Ну, чтобы какую-то речь сказать, Придумать песнику. Ну, песнику я придумал не всю, Ну, а была такая распространенная В прежние годы эстрадная песня Про анкету. Причем эту песню я эксплуатировал дважды. Значит, тут был уже второй такой рецидив, Можно сказать, был. Вот. То есть музыка не моя. Вот хотелось бы знать, Кто автор музыки этой песни. Ну, в общем, Такой вот. В общем, ясно. Такая пелась, в общем. Ну, вот. Типичный просто пример перетекстовки. Перетекстовка была дофига и больше в разные времена. Ну, вот такая вот была. Квартиросъемщик, пусти нас, дай ответ. С обниманием послушаем всегда. Ты глава семьи? Нет. Ты его жена? Да. И пусть пока нам еще не дописим, И мы работу закончим нескоро. Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. Не состоял ли ты в браке? Никогда. Когда родился? И сколько полных лет? Может, ты студент? Да. И стипендиат, И стипендиат? Нет. Ну, и пусть пока нам еще не дописим, И мы работу закончим нескоро. Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. А кто отец твой, кустарь или поэт? Если пуп, то это тоже не беда. Долго тут живешь? Нет. А детей рожал? Да. И пусть пока нам еще не дописим, Ну, понятно. Мы работу закончим нескоро. Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. И сколько б зим не прошло, И сколько лет, Но статистикам поможем мы всегда. Может быть, мы врем? Нет. Соберемся все, да, И пусть потом будет опять не до песен. Мы все в отделе работаем, Споро, Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. Ну, вот. И вот такого пурги Было До сега. Воспоминается черваку, Впрочем, Позамолкший судя в юге. Что-что? Воспоминается черваку, Впрочем, Позамолкший судя в юге, Дело было, видимо, зимой. Ну, не то. Угу. Так. Ну, значит, Примерно тогда же, В 79-м году, Пошла довольно большая серия песен, Связанных, Точнее, с разных сторон, Охватывающих некую серию событий, Значит, связанных там с Кустином, его клубом, И так далее, и так далее. Значит, там были, в частности, Одна из прощальных песен, На путь-то все мимо, Так прямо, ну-прям. Там были Перчимау, Паянинега, Потом там, Позднее появился Кошачий вальс. Вот. А есть песенки, Которые я очень редко пою, Ну, так сильно редко. Например, Летом 79-го года была Такая Из двух дневниковых Дневниковых записей, Которые Не называются, А датироваются. Значит, 26 июня 79-го года Яхарова, Максим Хворостенко, Юлия Вестимов. Покуда мы Максу Махали рукой, Прошло девяносто лет, И лес вдоль дороги Совсем не такой, И нас-то в помине нет. А вот без оградки, Из лета и без сна, И все ему там вновенье, И солнечный зайц Лохматый уснул На Максовой голове. Ах, это до старости Наша весна, Как многого мы продолжаем Не знать, Больная и пыльная Наша весна По пояс дурной Торовенья. Мы машем рукой И всего-то забот На поезд Не опоздать. И стонет Трехтонкий Ободранный борт, Торопятся Поезда, А он без оградки Вредет сквозь река Машин, А след не машин, И бой за родыш Не бьется Пока В глубинах Его души. Но как не по грязной В долгах тридцати, За разум плати, За сердце плати, А штурм скребется В душе тридцати, Когда за душой Гароши Расплавится воздух, Растает рука В закатном сизом дыму. Но в том, Что мы Макса Влечали, Пока мы честно Врали ему. Плём сами себе, Что мог, Он не дорос, Что наш горизонт Погасил. Но выйдя навстречу К развилке дорог, Он в ком-то Признает нас. И месяц спустя Ещё одна песенка Уже в Туапсе На каменном карьере. Там была их группа. Вот. Как славно блаженная Эта ленца, Ленца, Что баюкает Мягче венца, Как будто блаженство Хуже до конца, А был катаклизм, Так прошёл, Как славно Не слышать часов На руке, Считать огоньки За рекой вдалеке, Качаться в гадёнышом Камаке, Как будто бы всё Хорошо, Как будто и нет За горами стены, Такой, что Крики за ней Не слышны, Как будто и нет Половины вины И толики малой беды, А только беззвучные Вечер часы, Да возле костра Ему верные псы, У горя во тьме Стерегут До росы, До утра Стирают Следы, По которым Хочи не хоти, А нас же будет Обратно идти, И снова тревожно Светлеет к пяти, И снова Тревога во сне И кто-то уж точно Не спит до зари И лето кончается, Чёрт побери, Но дело не в том, Просто что-то внутри Все тянет Загон К стене Стирают 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 Куража Чистой воды Мой И на музыку Битхоин Вот, исполняется На узбековом языке Ну, в общем, тут как надо Делать так, чтобы Остальные струны Не звучали, А только Дустым минута Настает Наш век Сравнить С былым Здесь жил Неграмотный Народ За женщин Брал Колым Про КСП Ещё не знал Решительно Никто На минарет Мула Влезал И нёс Там чёрт Те что Здесь не щадью Кровавый бай Дехтанского Дехтанского Горба А нынче нас На первом Май Везёт Шайтан Арбан Не разорят Наш бедный дом Убийцы бас мочи В Касальхану Затах несём Анализы Своих На-на-на-на-на-на-на-на-на-на В тени прохладно И при том Журчит водой Орыг Виляя Весело Хвостом Резвится В нём Балыг На-на-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на-на-на Цветёт Цветет курюк под грохот дни, Трожит зарей кишлак, А средь арыков и полей Идет гулять и шаг. Полык и шаг, и мы, о-ка, И каждый очень рад, Ботан восславить навекя, Большой ему рахмат. Значит, по музыке великого композитора предлагаются слова иностранных слов «Дустым друг», «Былым предыдущий», «Колым круглая сумма», «Минарет подставка для мулы», «Мула святой человек», «Бай наоборот», «Дихканский колхозно-крестьянский», «Первомай повод для сабантуя», «Шайтан арба локомотив», «Басмачи маджахеды», «Маджахеды бывшие душманы», «Касархана амбулатория», «Арык несудоходный канал», «Балык рыба», «Урюк урюк», «Кишлак населенный пункт сельского типа», «Ишак первый осел», «Второй упрямец», «Океа брат», «Ватан страна», «Рахмат честь и хвала». «Вот, наверное, такая штука». «Ну и как ни странно, практически там же, такой сонет номер три. «А дождь, штука согнал меня назад», «Он так неистовый был и так печальный», «И три такие ноты в нем звучали», «Что шел я сквозь него, «Закрыл глаза». «Три ноты, три ступени в глубину». «Голу тону, ее ложась на ветер», «Спешил сойти по двум, застыть на третий, «Чтоб через пропасть услыхать одну». «Нужней, которой нет, которой нет». «Но жду хоть эхо в этой глубине», «Пусть шепотом, пусть муча все едино». «А вместо ветра шелест сквозняка», «И дождь усталый моросит слегка». «Ну что же, золотая середина». «Целая куча песен, и в норме чужели, я просто не плачу». «Съемка» «Съемка» «Целая куча песен, а в кастрюлю еще не так. «Съемка» 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 Продолжение следует... 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 Возьми свою скрипку, рожок мой не тронь, Укрой паучка от зимы, спасение дала, сейчас не так. Возьми свою скрипку, рожок мой не трожь, Укрой паучка от зимы, спасение дала. Осенья дорожа, осенняя дрожь, сумятица, чища сумы. Асфальтный берег, бетонная зыбь, билет на фрегат, пятачок, Сталитель смерти, последней грозы. Устал на бочок и молчок. Досаду запрячь и обиду верни, А песню дели ни к чему. Достались ли годы, остались ли дни, Не вспомнишь, и я не пойму. Одно утешение, дырка в стене, Ни лаз, ни окно, ерунда. Последний кораблик забылся в стерне. Пошаришь, найдешь без труда. А дальше, господа, в общем-то уже практически все, или почти все, достаточно хорошо. Ну, есть одна песня, которую я не спою, но, может быть, если мы просто о ней расскажем. Значит, это были у нас такие два лесных лагеря, 88-89 года, в которых, в частности, Вадим появлялся, ну, где мы там в лесу работали над какими-то архивами, там книжки пытались готовить. Вот, в результате действительно вышли книжки, там Кукина, Кляшкина, Левитанов, там Моя Зеленая тоже этому лесу отчасти обязана. Вот, архивы группы еще нашел, тексты Краснопольского, там печатались на машинке, там, с каких-то черновиков. Вот. Ну, и это было примерно в километре или полутора по прямой от нашего вагончика, где мы жили, и даже была протянута телефонная линия из леса в вагон, или из дома в лес, как хотите, ибо это было, так сказать, по склонам фактически одного хребтика. Вот он только хребтик такой, в букву С, как бы, поэтому там километр набрался. Вот. А из леса каждый день приходил один человек в дом, поскольку в дом принимал гостей, отправлял людей обратно, обратно все через дом, там, дома мылись, аттестировались, там, и так далее. В общем, дома все время был кто-то из лагеря дежурный. Вот. И этот дежурный в его функции входил еще и поддерживать относительный порядок чистоту в доме. И вот очередная дежурная, по-моему, это была Дина, которая сейчас живет в, ну, не очень далеко от Тель-Авива, скажем так, сейчас не вспомню так, как это называется. Вот. Значит, Дина решила пропылесосить там какие-то пространства в доме и не могла найти шлангов пылесоса. Вот. И она звонит в лес и пытается у кого-то из тех, кто в доме живет более постоянно, понять, где этот шланг может быть. В общем, полдня мы со всей серьезностью, в том числе и я, и моя жена, пытались прикинуть, где этот шланг мог заваляться. Вот. Короче, появилась ключевая фраза, куда ты, падла, делал шланг от пылесоса. Вот. На чем, собственно, и была выстроена песня. Потом дело кончилось тем, что вспомнили, что у пылесоса шмель шланга нет в принципе. Там труба втыкается в корпус, и в руках он его держит. Вот. Но дело в том, что эта Динка, не зная этого, с такой серьезностью задала вопрос о шланге, что мы сразу не влюбились, и очень серьезно его воспринимать близко к сердцу, и к коллективному разуму пытались идти, где он может быть. Вот. В музыке я не вспомню, но там музыка может быть любая, из одесского репертуара. Ах, отчего-то на меня... Ах, отчего-то ты сегодня смотришь, коса, ах, неспроста ты не говоришь мне ничего. Куда ты, падла, делал шланг от пылесоса? Куда на память... Кому на память подарил ты его? Мой пылесос без шланга плачет без голоса. Тебе не жарила тут бинки скоростной? Куда ты, падла, делал шланг от пылесоса? За что ты, дядя, поиздевалась надо мной? Мне не уйти уже от этого вопроса. Хоть от тебя я послезавтра ухожу. Куда ты, падла, делал шланг от пылесоса? Зачем мы жена им претер, кто это межук? В общем, какая-то драма была. Ага, значит, еще одна такая. Песенка была. Не то же, грех это назвать песнями, но как бы все, что формально имело музыку и слова, в этот список пошло, чем мы емаемся, так сказать. Вот. Это, значит, у меня был в 88-м году в октябре концерт в городе Коврове в Владимирской области. И там в клубе у них висели разные плакаты. Один плакат был не что иное, как сворованная где-то вывеска, на которой были три слова. Крупорушка и шерстобитка. Вот такая вывеска. Причем крупорушка была через букву А. Крупорушка и шерстобитка. А еще была какая-то афиша клуба, афиша мероприятия, которая у них называлась очень забойно, Бардатака. Бардатака, значит, видимо, такие ребята были, в общем, сплошная первоиконная. Вот. И что-то я там взвыл примерно таким образом. Это жизнь, сто рублей убытка, как тут быть или как не быть. Это должен быть Сличенко, конечно. Крупорушка и шерстобитка. Не хотят ни крушить, ни бить. Светлых дней опустела кружка, Паутина не падет в дом. Шерстобитка и крупорушка Окисляются под дождем. Снова буду жалеть и плакать, Словно глупый молодой Захлебнулась Бардатака Своих песен гнилой водой. Вот. А, это, может быть, даже так было, что вот это вот просто пение по кругу у них называлось, собственно, наверное, Бардатака, по-моему, так вот это было. Поскольку песни пелись довольно дурные, в общем, совершенно неинтересные, то как бы отсюда и вода. А дальше, господа, вы, собственно, все знаете. Вот. Я просто... Дальше были все... А, тут вообще, по-моему, песенкой за руби 20 все заканчивается, но после меня, в общем-то, ничего не было. Такого, чего я не показывал. Вот. Так что мы здесь дошли до конца, а возвращаться в прошлое, копаться в песнях совсем дурных, школьных, ей-богу не хочется. Давайте мы, может быть, на этом отдохнем до каких-то лучших времен. Тем более, что по 1 часа, около 2-х. Молодец, а в песен на чужие стихи? Что что? В песен на чужие стихи, в таком ползападе много? Я пел довольно много. Дело в том, что они у меня были-то в глубокой молодости, а поскольку мы глубокой молодостью занимались 6-4 числа, то там была довольно предобрая песня. А вот уходят песни. Я сейчас мне в нее подошел, но я пытался ее вспомнить и не смог. Это примерно 75-й год. Вспомнить? Что? Что вспомнить? Слова? Вроде. Слова там не мои вообще. Нет, ну это китайская. Китайская, да. Я сейчас вот нашел ее и хотел спеть, но начал вспоминать и понял, что я ее не вспомню. Это надо искать. Что? Что что? Говорят, я могу попробовать, покомогать. Мелодия в солнце. Нет, не сейчас. Ну понятно. А чужие песни на твои стихи? Чужие на мои стихи? Ну здесь была тоже куча всяких перетекстов. Или ты первый успевал? Что? Или ты первый успевал? А чужие на мои стихи? Сейчас. Нет, были, чаще были чужие на мою музыку. У меня была одна ненаписанная песня с мелодией, на которую один человек написал несколько строчек, но их у меня тоже, по-моему, не осталось. Это было еще в школе. Где-то в классе, в 10-м, наверное. Ну, одна из тех мелодий, о которых я жалею, что они ничем не поддержаны. Сейчас, может быть, и не жалел бы, а тогда это было жале. Она была довольно симпатичная. А на стихи китайского еще были песни? Нет. Значит, я говорил, что у меня было, сколько было, 9 стихов, из которых я выбрал 5, и думал, что это будут 5 песен. Но написал одно и понял, что, в общем, это чужое все-таки. И тема дела закончилась. Ничего больше не получилось. Ну, тогда я довольно рискованно вообще вещи делал в плане чужих стихов, но и даже не в том, что рискованно что-то чужое, а в том, что я тогда, наверное, легче смотрел на пафос. Ну, у меня был такой отложенный, отложенный пубертатный возраст. Он пришелся не на 16 лет, а на 26. Непонятно, что я делал в 10 лет и где меня носило, как-то сказали вам очевидно. Но так получилось. Я, значит, очень долго пускал пузыри. Наверное, лет до 30 и больше, как бы не до 40. Сейчас, конечно, эти песни не поются совершенно, но тут не могу их спеть. В частности, это вот на стихи Воробьева про шамберер, там, жаль, бьет шамберер по кругу. Но в свое время пелось много и часто, чуть не на каждом концерте, поэтому записи как бы не секрет, неизвестны. Или старая история, которую диктор поет до сих пор. Я уже не могу ее петь. Ну, в общем, ну, такие были. А уж тех, которые я уже тогда не мог петь, сразу же, их просто гораздо больше. Есть предложение? Ну, я говорю, что я попытаюсь все-таки, наверное, дома сделать эту работу и записать все, и тогда какой-то... пропустил диктор провал из просчетов. А, это на стихии Игоря Бяцкого. Ты считаешь, что это не стоит того, или просто забылось? Нет, ее бы я, может быть, и вспомнил. Я... Ну, ты знаешь, она такая истеричная, она такая бабская вообще песня, на что... Я говорю, у меня не проворачивается, так сказать, на людях. Еще там хулигански, еще куда не шло. Где тут люди? Ты пой, не стесняйся. Где тут люди? Ты пой, не стесняйся. Где тут люди? Люди? Ну, да. Вот, Нью-Йорк и Моргинс. Ну, вообще... Вот, Нью-Йорк, а мою просьбу выполнить перед моей поездкой в Питер очередной? Значит, по Лоскину чего-нибудь, да? Так, ну, дай-ка вспомнить, хочешь, что... Я снова могу сказать. Понимаешь, вспоминается не то, что хочется спеть. Ну, тогда то что хочется. Хочется странно роже, а вспоминается... Странно роже? Умеешь. Да я не вспомню ни одного слова. Я подскажу каждое. Ну, я сейчас напишу. Не, не надо. Лишь. Так, как же там? Слушай, ты умеешь? Жадно слушать пение. Жадно слушать нас. Слушай, ты умеешь? Тише, ты, честно. Если не умеешь, обрети умения, что-то уже... Ну, что-то... Солнце, луч... Веселее. Жадностью отмечу. Жадностью отмечу. Только, хорошо. Теплый летний полдень, жаждый хороший. Пусть не закрадется... Сердце... Сердце зимнее вечное. Если ты не жаждешь, значит, не живешь. Три лоски. Да, значит... Надо очень... Так. Последнее... Что ж там? Еще там был какой-то... Ну, первый там повторялся. Нет на смерти меры, жаждешь, чтобы мерить. Если знаешь песню... Ты со мной упорь, и слушать буду жадный венец, пусть я буду жадный, только не скупой. И повторю. Почему ты был жадной, только не скупой? Это можно. Вот. Нет, Гриша, это, мне кажется, авантюра, это будет, наверное, немножко нечестно. Ну, сотрем, сотрем. Ну, это немножко нечестно. Ты ему передай, что я тут мучился, горячился, скольчился, но я просто действительно очень люблю песни. За выслуги лет слегка подзабыл какие-то вещи. Я думаю, что сейчас надо сделать антракт, а после этого все-таки попробовать еще раз сначала начать. Обе сразу, обе сразу. Это только... Я не буду. Ну, ладно тебе. Ну, ладно, хорошо. Не сотрем сразу. Ну, ладно, ладно. Не будешь, тут не будешь. Ну, ты что, вариант, засветил. Помню, на самом деле, было совершенно непроизвольное движение, когда человек посреди маршрута открывает видеокамеру, достает оттуда кассеты. Я говорю, да. Пап, ты не можешь у меня помочь чуть-чуть? Ну, видишь, человек занят. Тебе помочь? Да. Тебя... Что, поднять, опустить, перенести? Нет, мне надо... Опускать меня не надо. Я думаю, многие там... Ты мне слова помоги вспомнить. Слова? Ну, какие тебе напиши? Ты клубные песни, ты, конечно, не помнишь. Я почти все помню. Это ты у нас. Какую? Эту. Свободен? Нет. Будет придется без этого. Мы с тобой, товарищи, мы заснули всю ночь, все мечтали, гадали, как нам людям помочь. Все мечтали, гадали, как нам людям помочь. Вот, где тут виленье в небе над землей горят. на красивой телеге выезжает заря. На красивой телеге выезжает заря. Не заснем мы, товарищ, надо нам рассудить, как на эту телегу всех людей усадить. Как на эту телегу всех людей усадить. Все, да? Да. Мне что-то казалось, там еще что-то есть. Я не знаю. Никитин больше не знает. Хотел. Папа, ты можешь мне еще помочь? А че, че, че? Теперь сыграй. Ты еще одну песню знаешь. Сыграй, да. Сыграй, пожалуйста. Сыграй, пожалуйста. Сыграй, пожалуйста. А вот она. Сыграй мне песню. Я только сыграю, ты только спляшешь. Кто-то там сыграет, а кто-то споет. Песня. Сыграй. А можно положить просто. Нужно будет меньше. Можно они срочно. Ну и че сейчас? Куда микрофон? Нет, это невозможно. Куда микрофон? Куда микрофон? Куда микрофон? Теплица восход Копьем заченны кулаками С барайнами и ветряками Сражаться едет Долгий ход Он едет Тихо в мимостях И кроли Слава священных А пока Но есть не отомщенных А отомщенных Нет совсем Но в час Когда свернет на дне Ватунный таз Огнем холодным Смешное станет Благородно А благородно Если смешны Туман Тереться восход Сражаться Глупо и опасно Смириться Может сам еще пальца А отомщенных 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 Их нашли Евгений Этой песней Разбудила Дихтару и тревогу На Чингане Возвращались С фестиваля Ехали в автобусе Все уже Уставшие Это 81-й год был И было Два года и четыре Примерно месяца Два года и два месяца, даже два месяца начинает. Она эта песня была. Мне довольно понятно, очень хорошо произволила. На духом песклевый, песклевый. Голосок. Что такое? Песню я не знаю. Воронеж. Воронеж? О, как хорошо. Голубые. Вас вызывает таймур. А теперь прощай, Дженни. Давай. Они состроены уже. Давай, Дженни. Спасибо. Звучит. ПЕСНЯ Живо-живо все семьдесят тысяч человек Ощущий, ощущий и грусти Меня ты, Жень, не жди Меня ты, Жень, не жди Меня ты, Жень, не жди У полы, твой курс за дом Божий, Городит за тому твоей трудочи. Прощай, Жень, прощай, Не грусти, меня ты, Жень, не жди. Не грусти, меня ты, Жень, не жди. Плачет по губам, У полы, бедный мой другой, Спит вечным сном. У полы, все семь до сих пор Не вернулись домой, Они потанули, В речи морской. Прощай, Жень, прощай, Не грусти, меня ты, Жень, не жди. 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 Я не стал бы стоять важно, В этим мужином я стыдился людей, Ну, зная я, Что в каждой здесь сидящих граждан Душек живет разводник и злодей Как черная ночь Молодный фенжал на медной цепочке Торезки, самополады Болевольные птицы Бар-бар-бар-бар-бедаты И пухонь перебат Всю жизнь читать, писать, кому охота Пыли, природа, свежих деколей А все, наконец, эти книжки Они не бывают от скотта Пойдут на производство якорей Эх, вон, собрался, рулься, в общем Ясно, давай, становись Лебеды, кто-нибудь, сорой А я ж никто, того же, единогласно Положен потихонечку на ночь Темная ночь Темная ночь Молодный фенжал на медной цепочке Торезки, самополады Болевные птицы Пар-бар-бар-бар-бедаты Молодный фенжал на медной цепочке Молодный фенжал на медной цепочке Все важны, как турецкий набор На балуне теперь не валуют Подвержу сударением мою Я не люблю вас, люблю вас, люблю вас Но любовь постоянно тают Молодя Постоянно тают А это на пиратском корабле был перефолох. Ну, я не знаю, мы не точно. Ну, ты же нас учил, и теперь давай. Мне в этой песне тоже один вариант. Обязательно все дело самому чего, я вас учил. Ты какой? Нет, мне нравится строчка «Всю бы площадь бы обгородить бы». Ну, давай, пожалуйста. Успой её, ну чё ты. Ну, я не знаю. Мне вообще, по-моему, со светлячка и не петь даже. На пиратском корабле был перефолох. Ставлюсь на костре капитан подох. И под смехом гуманских от патрёх химер Капитаном стал у них юный пионер. Прекратился даром, загорев его. Всех и рад, что там будет звонкий горн. Щетку в зубы, словно нож, завод крепкий рун. Сам листость не возьмешь, сдай металлом. И не играет богачей ни один пират. На посудине своей речи говорят. А когда весь круг пройдёт, стихнет шум и гам. Пионер корабль везёт светлым берегам. На полезные дела могут утомить. И командовут дарола крепкий рун варить. С чёрной мягкой начали от тоски спилить. Так пираты на земле все пилились. Ой, чего мы только не пели? Провожала на разбой бабушка-пирата. Валька-бесерка. А ещё что мы там пели? Чего пели? Ну ещё чего. Суть на нём есть не больше. Нет, вот светлячковские фонарщиковские. Что? Светлячки-фонарщики. 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 Луферово пели кое-чего. Какую? Ну, никакую. Во-первых, мы пели. Уже не видно. Посвящение Гриину пели. А мне бы хоть раз в году глянуть пели. Построю дом. Ну, это да. Пели. Ещё парочку песен пели. Каких-нибудь. Как раз не сине-голубые. Вот, давай спай. Ого. Ну, подъемную песню. Просто не споёшь. Это вы молодые, так магитые. Давай светлячка оставим. Светлячки-фонарщики. А потом? Да. Нет, только сечек. А потом свиточки. Открыли горбун по ночам. И было нетрудно, и ночь проходила мимо. И падал в костёр мутырёк, будто время просрочил. И станут казаться всё равно только мельца сменой. Большие дожди, и громаднейший дождь собрались. Большие тревоги в одну уложились ноту. И тысячи непройденных троп по земле разбежались. Когда свиточки открыли огонь по ночам. Спи мой взгляд не каждая ночь за камня. Вылет и стёкла во всех домах страдавних. В них в полудремя оранжевый путь сверкает. Снова цепочек следов между годами. А что это такое? Стены. Ничего не нужно говорить. Просто спутника узнать. Ну, я думаю, что-то нехорошее. Нет, почему? Вот ещё есть очень хорошая песня. Нет, песня такая. Да. Как бы крепкая не спала. Ну, хорошая песня. В самом контексте. Или когда мы спрячем за пазухой. Вот. То же самое. Вот. Вадеб тоже её вспомнил. Вторую я не знаю. А я знаю слова. А ты заживай. Нет, да, мне кажется, что это... Хорошее спасибо. Да, это хорошая песня. Да, это хорошая песня. Вот все были плохие песни. Да. Вот теперь кто будет хорошая. Все мои педагогические ухищрения... О корабле. Какой? О корабле? Который? 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 Который. Бежишь кораблик? Да. Это... Обсуждалось название очередного детского клуба. Некий Костя. Давайте назовем его кораблик. А там мужики крутые уже. Там, двенадцать лет, тринадцать, четырнадцать. Ну, это уже старший возраст. У нас старше пятнадцати никого уже не было. Костя, ну ты чего кораблик? Такие ребята. Ну как же, до решетки водостока, она старая горком партии, пыталась все угробить, до решетки водостока, хорошая песня, возникло желание назвать корабль, как бы это пессимистическое такое, да. До решетки. Зачем на свете ничего не случится со мной, только память о лете, другое и тёхлое волны, эти вечера посидеют от холма, но до дальней снится море, под лазурными свородами, к березам, к треношкам, сохнут сеть, и сказки сбываются, и опять дети смеются, когда было драться, и когда не положено, то можно было. Можно плыть далеко-далеко, возвращаться на берег сарёв, там друзья, там зелёные тени, не знаю, как добраться до года, где серые деревья уснули в снегу, не так плохо проснулся весной, ведь это холодно, 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 хватило с горячей водой, но не в углу. Это лето было бы прошло, ни тепла, ни света, где-то ночью волшебное стекло, да была и нету, была и нету. Боскопёс, потерянный мотив, это лето, разве можно так уйти, просто так? По серебряной струне паучок играет вдох. Это лето, без него бы я не смог. А твою тропинку? Твоя тропинка через жизнь мою Возросла, позросла, чего по ней гулять, давай я лучше песенку спою, о том, какая может быть беда, и горе по сравнению с которым. Твоя тропинка наша просто ерунда, я про неё не стал бы говорить. Иду в своё родное, бездорожье, листа осенних плавин горит, и снова попадаю на тропинку. Как долго остаётся подорожник, я по нему угадываю путь. А при чём это я-то? Зелёную воду. Чтобы отвлечь тебя от этой целеустремлённости. А, ну пожалуйста. Давайте газманову пить. Пробило. Не умею. А чё ещё? Не столько чём ещё бывает. Чё-чё-чё. Больше песенки какие-то. Юй и Носи. ПЕСНЯ 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 Клау ходил над озером, где плакала фея Моргана, Эту дорогу не видел никто, скрытую диким плющом. Ах, Клау с утра устремлялась к воде, Клау хлебала из крана, Ах, либидо ты моё, либидо, что тебе надо ещё? Море зелёное спит у весла, Бегают синие тени, Море глядело, как в небе висит, Новая лунная, новая дивная ночь. Ах, Старая Англия снова плыла В кланете виденья, Толь желая о чём попросить, Толь желая помочь. Кнопочку ты очень в такт нажал. Мне понравилось. Да, это основывается. Регистр, да, регистр сюда. Клавишу, да, да, педальчик. На прошлом мероприятии у меня была масса, что к этой штуке надо присыпать к педальчику. Ты в машине лач. Ты б сел туда поближе, чисто. И жмак, жмак, жмак в нужные стороны. ПЕСНЯ Может быть, я твоё зеркало пьяный сапожный, Что мы с тобою теряют в чужие породы? ПЕСНЯ 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 Ещё через годик ты, может быть, дорастёшь до того, чтобы петь гурфинки. ПЕСНЯ А вообще тенденция такова, что вспоминается этот самый Чистый, ты же видишь? ПЕСНЯ 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 Узбекистан, а где это, кто там живет? Ну, там живут люди, такой, одной из тюркских народностей. Ну, говорят, так вы турчанка? Нет. А кто же вы? Понимаете, Узбекистан это в России. Так вы русская? Нет. А кто же вы? Ну, это была такая целая цепочка, в результате которой, значит, непонятно же, выяснилось, что интеллиния. Вот. Хотя понятно, кто из наших турах попадает в Южную Новую Зеландию. Значит, ну, сама по себе цепочка выглядела настолько забавно, что на следующей репетиции дирижер снова ее попонял и стал снова спрашивать по этой цепочке, кто вы, и они снова прошли всю эту цепь. И это стало уже такой игрой, которая ему, видимо, нравилась, а ей выиграли бы не очень. Вот когда она уже получила место и кончился испытательный срок, она уже не боялась, что ее выгнят на очередной его вопрос. Кто вы? Она встала и ответила. Раньше я была черным мужчиной, но постепенно стала белой женщиной, потому что у вас здесь такие замечательные шампуны. Так что я, видимо, тоже, если поя такие песни, скоро стану нормально белой женщиной. В прошлом году мы были на Синае, и вот на самом верху, на Моисеевой горе, там кафе есть. Ну такие небольшие фигналы, в палатке стоят, там арабы торгуют кофе, чай. И он пьет новое лицо, спрашивает, откуда? Я говорю, я из России. Россия, а где это? Я говорю, на Москву знаешь, слышал? Москва, это же СССР. Я говорю, СССР больше нет. Он говорит, да, а как же Горбачев? Женька, какой хороший человек это сделал. Что это? Я же говорил, что это неудобно. Это не к нам не. Не, ну вы не уже переставь, там дырка-то есть. Мама подарила мне, вот к нему все вопросы. Нет, за четвертой струна замечательно вставлена. Что-что? За четвертой струна замечательно вставлена. Она вставлена в дырку, которой нету. А в дырку, которой нету, да? Коль, пойми, это была двугрифовая китая. Чего? А еще раз по-русски можно. А второй кударос. С другой стороны. Да, может, это не замечательный шампунь. Оля, Коля. Ну что, я хочу туда пойти. Может, грибу для левой руки, а другой для правой. Как же там было-то? А, невзирая на Еремину слезу, привязали слева правую косу, да? Ну что, народ, 21. У тебя детское время еще. Я хочу твой чекст написать один. Алло, как раз. На дорогу кончей поиску. Пою и, в общем-то, без особого зрения совести. Придут горы, мостовые чистые. Пою часто скалорезь горячим. Ну, гитары, чехлы, наверно, на другу прячем. Ах, какие чехлы! Ну, гитары, чехлы, чехлы, наверно, на другу прячем. Во время подлужено сурно. Но с песней ждем, что дна воскресенье ночи. Но с песней ждем, что дна воскресенье ночи. Ну, больше скажем. Мы песню поем вместе с женой. Вот сейчас у нас было порядка десятков концертов. Я думаю, мы с вами поговорим. Но песня только хоть, просто несколько. Ну, я не знаю, что это здорово. Ну, в общем-то, я ее пойму. Ну, да. Вот. Вот. Я говорю. Мин, ты посмотри. Жратовую мне кучу оставили. Еще и китай мне сунтили. Это будет чем отца кормить. Недовольный. В связи с этим. В связи с этим. В связи с этим, мне недавно рассказали, зачем кошке хвост. Ты понимаешь, что человек, пользуясь отсутствием собственной мамы в квартире, собрался наконец кое-чего выкинуть. Собрал большой пакет и положил. Так вот, он бы честно выкинул на помойку ровно все, что было в этом пакете, если бы взявший его и не обнаружил, что оттуда торчит нечто дополнительное. Это был здоровый кошкин хвост, при этом обнаружил, это уже пройдя полдороги к мусорке, она там спокойно себе лежала, никого не трогала. Малиновый зверь на малиновых лапах. Какой-то народный малиновый запах. Малиновый зверь на мусорке. Малиновый зверь на мусорке. Малиновый зверь на мусорке. Восток дорога грустна из посёлка. Надолго ли в горы уходишь, сынок? Надолго, мама, надолго. Далёкой весной распрощался со мной Твой отец, уходя, не затем ли? За что же на бой повезёт вас робро? За землю, мама, за землю. И что тебе в том, чтобы идти за отцом В такую тоску непогоду? И что же дороже, чем полеидом Свобода, мама, свобода? А если когда лихая беда Глаза твоей пулей закроют, Куда твоим братьям податься тогда? К роброю, мама, к роброю К роброю, мама, к роброю Ну вот, версия Саши Мартынова Врача из Куйбышева Начало 70-х, а может быть, конец 6-30-х И задраной плед уходил мне след Холодной февральской порою Куда ж ты сегодня собрался, Чуть свет к руброй, мак, к руброй? Вымохшим стоном сцереет восток, Дорога трудна из посёлка. Надолго ли в горы собрался, сынок, Надолго, мак, надолго? Далёкой весной распрощался со мной Отец, уходя, не за тем ли? За что же на бой поведёт вас руброй? За землю, мама, за землю. А что для тебя в том, чтобы идти за отцом, В такую тоску, непогоду? И что же дороже, чем боли и доли, Свобода, мама, свобода? А есть ли когда и лихая беда Глаза твоей пули закроет? Куда ж твоим братьям податься тогда, Краброй, мама, к руброй? Куда ж твоим братьям податься тогда, Краброй, мама, к руброй? Не знаю, всё ли я спел, ничего не пропустил, не помню, но, в общем, она такая, тоже довольно однообразная, на самом деле, но, что-то в ней есть какие-то мелодические моменты отдельные, которые трогают, как-то запоминаются, как область. Тем более, что Мартыны, в общем-то, так и не знают толком, никто практически не знал, так уж сама иду. Тихо песни пели, огонь в печулке старой развели, Летят метели, словно параллели, В далёкие концы моей земли. Ах, песни, песни, вы как больные раны, Мне душу бередите, рвете сны. И слышно, как звенят меридианы, Когда коснёшься пальцами струны. И слышно, как звенят меридианы, Когда коснёшься пальцами струны. И мы поём, нас много в той избёнке, На займке в метильном том лесу. Мы просто парни, в головах котомки, За дверью лыжи, ружья, на весу. И кто там знает, может, в том задача, Что надо где-то нам в разлуке быть. Петь о России, старой чуть не плача, Чтобы сильнее новую любить. Петь о России, старой чуть не плача, Чтобы сильнее новую любить. Параллели в первом, как бы, притянуты за уши, И, в общем, особой ценности, Кроме пижонской, не имеют. Значит, два куплета, к чёртой матери. Третье, мы поём, нас много в той избёнке, На займке в метильном том лесу. Ну, в двух строчках слово «той том» Это просто нехорошо. Потом «заимка» вроде как бы не русское слово, На займку всё-таки, да? Вот, мы просто парни, Кстати, и песню в этом народе называют «Парни в головах котонки». Тоже предмет для пародии «В головах потёнки», да? «За дверью лыжи, ружья на весу». Что такое на весу? На стенке висят, или вот на весу держишь их, Или чего? Или они просто в воздухе, Поскольку на Кунину там, Вместо топора висят, или чё? И вдруг, значит, может, там задача, Что надо где-то так, Где-то нам в разлуке быть, где-то. Вот, в общем, вот эти вот вещи. Когда я нашёл стих в книжке Рачкова, Там всё, значит, я в «Перекрёстке» вчера это всё рассказал, спел, Там народ ржал в очень точно множественных местах. Мы под гитарой Тихо песни пели, Огонь в печурке старой развели. Метели кружат, словно карусели, Летят во все концы моей земли. Ах, эти песни старые, добрые, простые, И с той далёкой древней глубины, А может, со старины я сейчас не всё помню. В глазах качнётся грустная Россия, Когда коснёшься пальцами струнной. Во-первых, качнётся, качнёшься, это полный балдёж. В глазах качнётся грустная Россия, Когда коснёшься пальцами струнной. И первая зарядка на Россию. И мы поём на строе, на заимке, Жалька, с продутым вьюгой, в зимнём соснике. Парни нет, спят в фотоаппаратах наших, Снимки, правда, не поётся, но это стих, За дверью лыжи, ружьё в уголке. А в осенью несу второй раз, Это была пара фотоаппаратах наших, Снимки, за дверью лыжи, ружьё в уголке. А вот куплят, которого не было, И я не знаю, да совсем не знаю, Откуда эта песня, но во сне Встаёт передо мной из-бородная, Что ждёт меня и помнит обо мне. Встаёт передо мной из-бородная, Что ждёт меня и помнит обо мне. И кто там знает, может, в том задача, Что надо с кем-то нам в разлуке быть. Петь о России, старой, чуть не плачу, Чтобы сильнее новую любить. Ну, понятно, да? Это мотив оставили, не трогали? Нет, мотив я не трогал, совершенно. И вот получается, что в этом варианте Он к стихам не имеет отношения, Хотя сидит на них, так сказать, Ну, как бы по размеру. Ну, как вот, всё равно, что взять женскую кутку Нужного размера и насадить на мужика. Да, сидит-сидит, а отношения не имеют. Ну, вот примерно так получается. Хотя, в целом, петь можно. В целом. Владимир Александрович, а если вернуться к двум вариантам музыки на шотландскую песню? Что, если вернуться к двум вариантам? Нет, дело в общем, значит, мне показалось, что у Лепского есть проблемы, собственно, с музыкальной идеей. Так, вот, что она немножко дёрганая, её надо спасать исполнять. Вот, это не сложно сделать, это можно сделать, но она, как бы, вот, Вот, это не поётся, это, вот, как бы, сделано. Почему, вот, у меня есть целый ряд сделанных песен, которые я петь на любви. Те же уходят песни, те же, мы не поверим, что умрём, когда эта штука была песней, Я потом перестал её и перестал читать стихи. Что, есть впечатление, что эта конструкция несколько искусственная. Вот, то есть спеть это, на самом деле, можно. Вот, меня даже народ потом просит иногда петь эти песни, Хотя я от этого лучше о них думать не начинаю. Вот. Значит, есть некоторые натяги, мне кажется, вот, в музыке этой штуки, Некоторые искусственности. Поэтому спеть можно, но надо будет очень сильно учиться это делать. Ну, не сильнее, чем, скажем, то, что я сделал с этой песней. Вот. Что мне меньше нравится? Мне меньше нравится, что она заканчивается на доминаньке, Потому что я не увидел в этом смысла. А поддержив доминанты некий драйв искусственно, это последнее дело, если только больше ничего нет. Вот, скажем, у того же моего любимого Саши Громова, у которого самая длинная музыкальная идея вмещается в две коротких нотных строчки. Он вертикальная, так? И каждый куплет заканчивается на доминант. Это оправдано почему? У него есть драйв, как этот диктор говорит, и в стихах, и в собственном музыке. Вот. И получается, что он таким еще приемом, плюс ко всему прочему, свою работу делает. Хотя я не уверен, что он это делает сознательно. Вот. А здесь мне очень хотелось хотя бы раз-два куплета приходить на копчик. То есть, на том. Вот. И доминанта здесь очень сильно мешает. Я бы, может быть, с худшей задачей справился, если бы можно было этой доминантой пренебречь. Я просто уточню несколько, может, такой вариант есть? Вот. Так вот. Я больше скажу. Значит, вот я пою Барьёдина реку, так, на стихи Матвеевой. Я там допускаю одну вольность. Ну, вольность, не знаю, может быть, то ли потому, что Саша все-таки, он как бы младший мой собрат, или чего я веду себя как нехороший начальник, да. Ну, у него вот такая вещь в этой песне. Когда одна я совсем одна, и нет меня в мире одней. И так высоко стоит луна, что земля темна и при ней. Но фраза на этом навал не кончается. И холодный ветер пахнет травой, и веки смыкаются в полусне. И так высоко стоит луна, что земля темна и при ней. И холодный ветер. То есть, вроде я как бы не сильно грешу против истины, но поломанные вещи склеиваются. Вот. А можно ли такие вещи, то есть обратные вещи проделать с Левским? Ну, у меня как бы нет на то полномочий. Я постараюсь разобраться в этом вопросе, если это главное препятствие. Вот. 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 Нет, по хулигазе, конечно, можно. Но, опять-таки, объявив это... Вот. С оправкой на редакцию. Пусть вы не заповедите, что мы будем. Вот. В общем, Александр. Вот, в крайней мере, вот, что касается первой песни, которая себе, я могу просто сказать. Можно? Да. Вот, как я себе представил... Вашим словам внутри себя. Вот так она в ней меня прозвучает. Ну, вообще, для второй песни, вот в этой, на Ровчатах, для меня было откровением, было откровением, было откровением, все-таки попытка музыкально изощренности, изощрения Левского. Потому что бригантина примитивная, вот эта штука, вот эта примитивная. И так вдруг в на Ровчатах выпускаются, значит, такие странствия по гармонии, по мелодии, что это становится интересно. Совершенно. Это задача как? Задача легче, на самом деле, чем с первой песней. Особенно, если можно где-то куда-то пройти на тонику и за это не побьют, так? Вот. Эта задача легче. Другое дело, что сам стих, к сожалению, не драматургичен. Вот какая штука. То есть, ну, он не так явно, значит, развит, как стих Когана, и не так красив, вообще говоря. Ну, он такой газирный, он назывной, там все это перечисляется, и там можно было бы два кублята сократить и восемь добавить без особого ущерба. Крепский иногда пойдет не пять, а четыре или три? Ну, вот, может, троим летом, в Курске, на самом деле, и нету. Ну, как на Ровчатова, на Ровчатова, на Ровчатова. Володя? А Володя? Да? Нет, я не это. Кто там? Я вот его зовут. Тоже Володя. Да, да. Володя? Ага. Человеку надо работать, а ты сидишь в вопросе, задаешь правду. Нет, 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 нет. Дело в том, что мы с Володей действительно настолько... Нет, просто он настолько любит Лев, что мы любые слова в другую сторону, совершенно ему все равно.